Настоящий материал, информация, произведён, распространён и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Сезон ракетного террора нынешней весной открыл Россия против Украины. С 21 марта под прицелом вся энергетическая система украинского государства. Уничтожаются гидро- и тепловые электростанции. Города-миллионники сидят без света и тепла. По заявлениям экспертов-энергетиков, на восстановление украинской энергосистемы уйдут годы. Но чем вызван такой виток новой агрессии Кремля против соседнего государства? Ответ на атаки ВСУ на российский НПЗ или подготовка к весеннему российскому наступлению, о чём говорят многие военные эксперты. Ответы на эти вопросы искал мой коллега Дмитрий Мороз. Харьковчанка Катерина Вильничук стоит на руинах собственной квартиры. Осколки от прилёта российской ракеты, упавшей во дворе её многоэтажки, прошили даже холодильник. В момент взрыва Катерина находилась дома, её спасли стены хрущевки, но во дворе погиб почтальон. И даже несмотря на эти трагические события, девушка не помышляет о выезде из Харькова. Это мой дом, пирогчики. Уезжать отсюда я не хочу. Мы всегда думали, если вот прям прилететь домой, то там мы точно уедем. Но вот как-то прилетело и уже всё, пошёл уже бояться, всё бояться нечего. Россия активизировала ракетные обстрелы 21 марта, нанося удары по энергосистеме Украины. В первые сутки была уничтожена теплоэлектростанция в Змеёве под Харьковом, которая была крупнейшим поставщиком электроэнергии для Киевской, Черкасской и Житомирской областей. Уничтожены обе гидроэлектростанции на Днепрогрессе в Запорожье. 11 апреля крылатыми ракетами Х-69 армия России атаковала сверхмощную Трипольскую ТЭС под Киевом. По данным энергетиков, Украина потеряла 80% своих тепловых энергетических мощностей. Эксперт по энергетике Андрей Закревский говорит, правобережная Украина пострадала не сильно. Однако левый берег и юг остались практически без электричества. Проверяем, как работают наши дизельные и бензиновые генераторы. Мы сейчас разбили Харьков на тепловые и электрические сектора. И будем там, где возможно, будем ставить распределенную электротеплогенерацию. Там, где невозможно, будем эвакуировать людей. То есть есть уже задачи, которые связаны с выделением промышленных площадок для установки распределенной газоэлектрической мощности. На этом Россия не остановится, уверен Закревский. На очереди удары по узлам передающих мощностей, чтобы перекрыть поставки электрики из Европы и на левый берег Днепра. Враг будет бить по узлам южным, который я уже говорил, по двум южным узлам, где он уже наметился. А вот он сейчас будет бить по вот этим моментам пересечения Днепра. Нам нужно будет дотягивать линии. Почему? Потому что те линии, которые есть, они понятны, они известны врагу. Я думаю, что будет сейчас диверсия на этих линиях электропередач. Удары по энергетике – это реализация плана отторжения Левобережной Украины с последующей ее оккупацией. Такое бытует мнение в украинской экспертной среде. Параллельно с этим в разы увеличилась плотность огня на стыке Донецкой и Запорожской областей в момент, когда у ВСУ заканчиваются снаряды даже для обороны. По данным Королевского института объединенных исследований Британии, Украина в день расходует не более 2000 снарядов, тогда как Россия – около 10 тысяч. На этом фоне участились российские диверсионные атаки. Вдоль границ Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Враг прощупывает украинскую оборону, но сил для наступления у России на этом участке пока не наблюдается, сообщают в украинской госпогранслужбе. Больше всего попыток захода вражеских ДРГ фиксируется в Сумской области. Их задача в первую очередь – разведать размещение украинских сил. Если ситуация позволяет, то и попробовать атаковать. Все надежды Украины сейчас на западные поставки, уверен директор исследовательского центра New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Прогнозируемо европейские партнеры могут достичь довольно высокого уровня производства боеприпасов только во второй половине 2024 года с выходом на пик в 2025 году. Чешская инициатива, слава богу, немного выправляет эту ситуацию. Есть возможность уже в первой половине этого года достичь, если не паритета с россиянами, то значительно улучшить ситуацию. Но держать фронт на одном месте – это заморозка конфликта, говорит Самусь. Украине это невыгодно. Необходимо прорывать фронт в слабых местах. Брать не количеством, а качеством военных операций. Но даже для этого необходимо специальное вооружение, которое у ВСУ пока что в дефиците. Нельзя говорить про какие-то наступательные операции, когда противник полностью владеет небом, применяя КАБы. Нам нужны F-16, чтобы оттолкнуть российскую авиацию за рубежи запуска КАБов. Ну и дальнобойные средства. Чтобы наступать, должно быть не 10 ракет Атакамс, а несколько сотен, например. В борьбе с так называемыми КАБами, корректируемыми авиационными бомбами, на фоне промедления в поставках западных вооружений, Киев пытается наращивать человеческий ресурс, о дефиците которого идут разговоры с лета 2023 года. Закон о мобилизации принят 11 апреля. Ожидается, что документ повысит ответственность уклонистов и простимулирует их записываться в ряды ВСУ. Дмитрий Мороз специально для Радио Свобода. Со мной на связи историк, изучающий подробно войну России в Украине, Николай Митрохин. Николай, добрый день. Здравствуйте. Турция предложила новый проект мирного договора для России и Украины «Новая Европа». Песков заявил, что Москва готова вернуться к переговорам с Киевом в стамбульском формате двухлетней давности. На переговорах в Стамбуле Россия требовала, чтобы Украина отказалась от части своих территорий. Как вы относитесь к этим новостям? Есть официальная позиция Украины, которая до сих пор Зеленский повторяет про возвращение к границам 1991 года, причем вооруженным путем. Есть позиция неформальная политологическая в Украине, где осмысляют варианты, где же мы сейчас находимся, и какая же наша лучшая перспектива с учетом имеющихся реалей. Удастся ли, условно говоря, на среднем уровне мечтают закрепить фронт на той точке, на которой есть сейчас, чтобы в условиях фактической блокады поставок вооружений со стороны США совершенно неясно, чем закончится этот год, не говоря о перспективах всей войны. Поэтому я думаю, что есть несколько уровней обсуждения этих вопросов. Есть много вопросов по гарантиям того, что Россия будет выполнять какие-либо договоренности, в том числе предложенные Турцией. И пока этот вопрос подвешен, я думаю, будет много еще обсуждаться. Вообще на кону стоит политическая судьба Зеленского, который обещал одно и обнадеживал одно, а сейчас уже совсем еще по-другому. Очевидные проблемы внутри украинской политической элиты, украинского политического класса. Все эти проблемы взаимосвязаны, взаимозавязаны. Неизвестно, как отреагирует ультрапатриотическая часть украинского общества на любые мирные договоренности, кроме обещанных выводов всех российских войск с территории Украины. Поэтому единственное, что могу сказать, что надо смотреть за процессом, но шансы достичь какого-либо мирного соглашения сейчас, я оцениваю довольно пессимистически. Николай, тем временем Верховная Рада приняла закон о мобилизации в Украине. Сколько могут мобилизовать людей? В СМИ звучат разные сообщения, что люди не хотят воевать. Как это сказывается на духе в армии? Действительно, и в том числе люди, с которыми я связываю в Украине, тоже говорят, что народ воевать не хочет. Мужики прячутся от нарядов территориальных центров комплектации по домам. Даже в магазины не хотят выходить. То есть общее число людей, имеющих уже повестки, на укрывающихся от мобилизации, оценивается минимально миллион до нескольких миллионов человек. По 30 тысяч человек на область, даже небольшую, это уже объявленные цифры самими украинскими властями. Значит, официально было сказано, что нам не надо того полумиллиона человек, на которых настаивал заложный, то будет как бы волнами производиться ротация и докомплектация. То есть что полмиллиона – это слишком высокая цифра. Посмотрим, как пойдет на практике. Удастся ли… То есть понятно, что за счет понижения призывного возраста там есть какие-то лояльные 100-200 тысяч молодых людей, которые пойдут в любом случае, если их призовут. Вот. Но вопрос, где набрать там дополнительно еще 300-400-500 тысяч. Буквально вчера объявили о том, что все-таки удается проводить плановую ротацию частей, которые… и воинов, которые уже два года воюют. Значит, что еще больше людей понадобится. Вот. Поэтому я думаю, что какой-то набор будет. То есть, условно говоря, 300-350 тысяч удастся набрать. Вот. А дальше могут возникнуть проблемы. Но на самом деле в Украине есть много способов прижать, как найти людей. Так что я думаю, что это будет реализовываться. Тем временем российские суды в марте выносили по 34 приговора в день за самоволку. Обычно выносят условный срок, чтобы можно было от казняка отправить воевать. Еще была новость, что власти Российской Федерации обманом заманивают индусов на войну. То есть в России тоже неохотно идут воевать. Ждать ли всеобщей мобилизации? Нет. Я не думаю. Имеющиеся инциденты на самом деле носят все-таки побочный характер. Если говорить об индусов, можно говорить о нескольких статах человеках. Были и непальцы, и еще кто-то. Вот. И сирийцы. Но это все периферийное. Основной вопрос в следующем. Что есть некая большая доля в России непрекаянного мужского населения. Условно, там охранники, водители, экспедиторы и все прочее. Которые сейчас получают в провинции зарплату меньше 50 тысяч. Вот, например, только что были оглашены данные. У Смоленской области рядовой патрульный милиционер получает 25 тысяч рублей в месяц. А если он пойдет на войну, он будет получать 250 тысяч. Вот. Поэтому его же семья, которой, например, надо разменять однушку или двурку на трешку, будет выпихивать на эту войну, чтобы он там полгода хотя бы провоевал. Тогда бы они могли произвести подобного рода размен. Вот. Это подобных житейских историй масса. Вот. Поэтому, я думаю, в России есть достаточно высокий потенциал наемничества. Это прямо, скажем, когда службы за огромные деньги – это наемничество. Вот. И если мобилизация когда-нибудь будет, в чем я сильно сомневаюсь, просто у России нет пока достаточного количества обмундирования, вооружений, для того, чтобы сформировать какие-то масштабные новые части на сотни тысяч человек. Вот. Если у России такой потенциал и будет, то она сможет призвать. Николай, военная помощь Украине от США. Зеленский заявил, что новое наступление будет более успешным. Что он может предпринять? Как помощь союзникам может переломить ситуацию? Я думаю, ну, то есть основные надежды в Украине связаны с прибытием самолетов Ф-16, которые якобы обеспечат господство в воздухе и дадут украинской армии некие новые возможности. Но, в принципе, я подобное заявление Зеленского оцениваю как пропагандистский фейк, не более того. Максимум, что могут сделать, это попытаться внизу Днепра создать новый плацдарм на Левом берегу, там что-то отвоевать. Там есть технические возможности. Но это очень скромные с военной точки зрения продвижения. Очень короткий вопрос на 30 секунд. Можно ли говорить, что Германия сегодня главный союзник Киева? Да, сегодня объявлено о поставках третьей батареи Патриот, что, несомненно, вывозит Германию в число ведущих союзников Украины. И еще один дополнительный вопрос. Харьков сдадут или он продержится? Нет, Харьков невозможно взять имеющимися российскими силами. Это огромный город. У России просто нет такого количества боеприпасов, да и людей, чтобы обеспечить взятие Харькова. Спасибо вам большое. Моим собеседникам был историк Николай Митрохин.